здоровенькие булы всем привет любителям зверюшек террариумных которые живут в террариумах они конечно могут жить и в природе но люди давно их держат уже в террариумах как рыбок в аквариумах так всяких змеек и ящиц в террариумах но это у нас очередное видео про малышей сетчатых питончиков прошлом году у нас было уже видео похожее где я вынимал вывешившийся из яиц питончиков и в этом году но не совсем такой же как в прошлом потому что в этом году питончики немного не такого цвета как были в прошлом году потому что если бы они были такие же как в прошлом что было их опять снимать то же самое если хотите смотрите то видео сегодня мы снимаем это видео значит смотрим что у нас получилось в этом году с сетчатыми питончиками итак открываем смотрим что у нас тут лазит будем их пересаживать отсюда вот сюда будем пересаживать так кусаться будете не будете нет вот один у нас питончик это такой обычная краски сетчатый обыкновенный сетчатый питон почему обыкновенный потому что ну если что карликовый карликового чуть позже покажем они тоже вывелись но на два месяца раньше так ложим его сюда один так что у нас тут следующая вот он какой видите какой он какой он здоровенный вот вот такого цвета получился вот ну в общем так лезь но надо его закрывать это он сейчас будет вылазить он какой-то сильно быстрый так это малюк ну это тоже обычный обычный окрас у него смотрите какие у него глазки это такой какой-то худенький мало кассия так иди туда так спокойно так берем еще одного серенького серенького берем или какое там коричнево-зелененький серо-буро-малиновенький ну а такой горошинку горошинку видите горошинки у него такие так ну голову голову куда полез спокойно так что это у нас тут градусника ну какая у них температура ну в общем температура у них 32 градуса 32 градуса видите до температуры да да видите не видите ладно в общем 32 градуса инкубация вылазь и ты вылазь и залазь так никто у нас еще тут толстяк так садим это посадили так а что у нас тут осталось такое так тут ничего а тут еще кто то есть сидит вам видите да сидит там не хочет вылазить пока не хочет так ладно пусть сидит что у нас тут пустое ой тут сидит ой тут ничего не видно а вот голова голова да о голова видно не видно спряталась голова так ладно сидит Здесь что у нас? Что-то там такое. Ничего нету, да? Тут тоже ничего нету, тут тоже ничего нету, а тут есть. Вот он, малыш-карапыш. Вот он, видите, да? Покажи голову, вот какая у него голова. Он еще пока в яйце живет, все, живи там. Так, что, тут тоже кто-то есть, живой? Ой, там что-то, болото какое-то, ладно. А, и тут кто-то есть. Ладно, все, эти живые. Так, эти яйца мы выкинем пустые. Ну, в общем, пять штук у нас еще осталось. Эти пустые выкинем, а эти пусть еще выводятся. Вот, но это не все. Это не все. У нас еще раньше, тут получалось, что в одном ящике была чуть прохладнее инкубация, температура, а в другом чуть теплее. И они уже еще раньше вывелись. Вот. Так что их у нас уже много. Вот сколько, смотрите. О, спокойно. Видно, да? Вот эти вот раньше вывелись. Вот. Тихо. А эти, ну, эти сегодня еще пять осталось. Вот они. Они через недельку полиняют и будут кушать. Будут кушать через недельку. У них рассосется желток. У них тут толстенькие они такие. Потому что здесь находится у них вот здесь желток, который был в яйце. Он у них туда внутрь зашел. Так, в общем, закрываем их. Все, пусть они сидят. Я их опять в термостат. Там тепло. Они будут быстрее разливаться и быстрее полиняют. Вот. Так, и термометр сейчас им положим на место. Пусть меряет им температуру. А вот. А сюда мы сейчас возьмем вот этих. Вот. А это у нас тоже сетчатые, но карликовые. Вот эта вот самая большая самочка. Она хорошо кушает. Ей уже третий месяц. Вот. Так, хорошо. Все. Ты сейчас не кушаешь, все, сиди. Вот. Такие. И вот у нас есть такой еще черненький получился в этом году. Черненький. Ну, это такой обыкновененький. И есть такие же. Такие же, вот как те, что сейчас выводятся. Ну, они все маленькие. Хотя они на три, ну, почти на три месяца старше, чем вот те, что выводятся сейчас. Вот. Но это карликовые. Если те, которые вы смотрели, вот предыдущие только что я показывал, они вырастут, ну, очень большие. Ну, метров восемь, пять точно будут. А эти вырастут только до трех метров. Вот. То есть, хозяина они не сожрут и не задушат. А вот те, которые большие вырастут, те могут. Пойдет хозяин на мясо. Я надеюсь, не я. Пока что ихняя мамаша меня не съела. Ну, как она ест, вы посмотрите в другом видео, которое раньше я снимал. Вот. Ну, в общем, в общем, вот такие дела. Ну, наверное, все. В общем, заводите змей. Держите. Змеи самые лучшие террариумные животные. Домашние животные. Террариумные и домашние. Вот. Кушают они редко. Кто может кушать раз в неделю? Кто раз в месяц? А кто и раз в полгода? Ну, не такой малыш, конечно. Если змея толстая, большая, то можно и раз в полгода кормить. Поехали себе гулять куда-то на полгода. Приехали, а змейка себе сидит. Главное, чтобы была вода. Еда это не обязательно. А водичку надо, водичку надо. А еда, когда время есть, тогда и покормите. Вот. Змея в природе есть очень редко. Вот. Ну, как повезет. Иногда и часто. Мало ли чего. А вдруг, лежит, лежит, смотрит, бежит заяц. Съел зайца. Полежал пару дней. Еще один заяц бежит. Съел еще одного зайца. А потом полгода ни зайца нет, ни крысы нет. Ну, что, лежит себе полгода. Ну, что делать? Все равно жрать нечего. Так что, змеи это самые лучшие домашние животные. Ну, те змеи, которые живут, уже люди выращивают их. Вот такие вот. Которые разноцветные. Как рыбки в аквариуме. Рыбки же тоже раньше в природе жили. А теперь они разводятся в неволе. Котики, собачки, там всякие попугайчики. Они тоже раньше жили в природе. То есть, с природы не надо змеек домой тостить. Пошли в лес. Смотрите. О, гадючка. Хрящ. А она вас хрящ. И в больничку. Ну, даже не в больничку. Гадючку, ладно. А вот ужика. Зачем ужика брать? Лазит себе ужик в лесу возле болота? Пусть лазит. Или черепашка там маленькая. Зачем ее брать? Лучше берите то, что уже разводится. Есть и черепахи домашние, которые террариумные, уже разводятся в неволе. Тоже разных расцветок. Есть и сухопутные черепахи, есть и водяные черепахи, есть разные змеи. То есть, с природы змей домой не несите. Их очень сложно потом приучить к содержанию в домашних условиях. Потому что дикое животное есть дикое животное. Поймайте волка и попробуйте его, скажи, что он такой хороший, будет жить у нас на диванчике. Я не думаю, что волк обрадуется. Так и все остальные дикие животные. Ну, не хотят они с вами жить в вашем диванчике. Ладненько. Берегите природу. Не обижайте змеек и остальных зверюшек. Все. Всем пока. Мира вам. Радости и всего хорошего. Все. Пока. Подписывайтесь. Забыл опять сказать. Подпишитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok